добрый день дорогие друзья приветствую вас всех на своем канале сегодня мы с вами приготовим вот такое вот мясо по кремлевски всем кому это интересно оставаться до конца видео и давайте готовить его вместе с вами мясо получается мягкое нежное и со сливочным вкусом для мяса по кремлевски мне понадобится килограмм говядины ее надо будет нарезать поперек волокон на как на бестроганом на небольшие кусочки горячая вода 200 грамм сливочного масла на килограмм говядины да друзья целая пачка сливочного масла я тоже когда сначала прочитал этот рецепт немножко ужаснулась кто-то добавляет 108 кто-то 200 граммов даже я видела рецепт кто-то добавляет 100 граммов да потому что рыбается добавлять целую пачку но не бойтесь две большие луковицы 10 долек чеснока а также по одной столовой ложке уксус сахар и соль и так вот я отрезала кусочек мяса видно что волокна идут вот так нам надо нарезать мясо вот так вот поперек волокон вообще этот рецепт нарезает большие куски мяса но мы почему-то решили так сможет что мы сделаем как на бестроган вода но в принципе мне кажется все большие куски мяса то тоже будет вкусно я же когда буду готовить это блюдо я сделаю с большими кусками мяса берем кастрюлю с толстым дном и сразу сюда складываем от мяса мясо сложили сейчас приступаем к луку лук мы нарезаем кольцами и складываем сверху на мясо сейчас мы все заливаем горячей водой и нарезаем масса на кусочки и сверху выкладываем масло сейчас накрываем кастрюлю крышкой ставим на сильный огонь когда закипит мясо огонь убавляем и тушим медленно целый час при этом крышку ни разу не открываем этот рецепт нашла в соцсетях в интернете вот я буду делать именно так как написано там написано сейчас крышку не открывать я не буду ее открывать и вы не открывается у меня уже жидкость закипела я убавила огонь и сейчас будут тушить целый час и так друзья осталось 7 минут до кончания первого часа сейчас будем добавлять до другие ингредиенты друзья мелко рубим чеснок теперь добавляем сюда мы чеснок вес выкладываем добавляем сюда соль сахар и также уксус уксус у меня 9 процентный сейчас все хорошо перемешиваем и продолжаем тушить еще один час также не открывая крышки и потом на сами наше мясо уже будет готово на гарнир я поставила рис на гарнир можно брать любой у меня будет рис на гарнир и общее количество ингредиентов будет указано как всегда в описании под видео ну вот дорогие друзья вот такая красота и вкуснота у нас получилась мясо очень мягкая нежная очень вкусно мне очень понравился рецепт готовьте на здоровье вы давайте с вами посмотрим какое мягкое мясо посмотрите она просто разваливается вот видите просто разваливается мясо очень очень мягкая очень нежная очень вкусный рецепт друзья готовьте очень хороший рецепт но в заключении что я хочу сказать об этом рецепте я тоже немножко боялась такого количества сливочного масла расскажу так что мясо она впитала себя вкус именно сливочный вкус вкус чеснока вкус лука и все это сочетание получается такой сливочное нежное разваристое такое мясо мясо достойные очень вкусный рецепт так что готовьте его на здоровье но это жирная подливка которая там где сливочное масло все остается в кастрюле вы просто слегка поливается на гарнир чтобы не так сухо было в общем рецепт мне понравился друзья надеюсь вам тоже он понравится но я с вами прощаюсь и с вами как всегда в следующем выпуске всем до свидания дорогие друзья вот такое блюдо сегодня у нас с вами получилось и конечно же получится у вас если вы захотите его приготовить а Продолжение следует...